Лучшая защита велосипеда от вора – замок. Прочный и мобильный, он создан, чтобы предотвратить кражу. Невозможно взломать болторезом, только профессиональными приборами, которые не найдешь в кармане грабителя. Замок подойдет для разных объектов – от багажника до столбов. Трос и замок сделаны из высоколегированной стали, которая устойчива к пилению, резке и кручению. Стальные стержни кладут в загибочный станок, чтобы получились тросы. Под давлением 25 тонн стержни принимают подковообразную форму. Станок также обтачивает края стержня, на которых будут замки. Чтобы сталь была устойчивой к внешним воздействиям, стержень отправляют на завод для температурной обработки. Вот что происходит. Стержень нагревают до 800 градусов. Высокая температура преобразует молекулярную структуру металла. Стержень становится прочнее. Его охлаждают в масле. Охлаждение придает стали ломкость. Затем ее снова нагревают. По возвращении на завод лазером корректируют размеры с абсолютной точностью. Трос опускают в стойкую антикоррозийную краску. После высыхания краски аппарат покрывает трос защитным кожухом. Наконец троса привинчивают пластиковую скобу. Она соединяется с подобной на раме. Так замок можно защелкнуть на велосипеде при езде. Прямоугольный корпус называется замком. Он сделан из прочной стали. Пресс делает отверстие на конце для троса и посередине для цилиндра замка. В центре корпуса замка находится цилиндр. Его скрывают две металлические детали. Когда в цилиндр вставляют ключ и поворачивают, цилиндр вращается в корпусе, пластины размыкаются, замок закрыт. Цилиндр сделан из меди, мягкого материала. Но поверх него кусочек стали, чтобы вор не просверлил отверстие. Цилиндр и корпус смазывают. Штифты устанавливают в пазы, которые блокируют замок, если используется неверный ключ. Подходящий ключ поворачивает цилиндр в корпусе. Пружина надавливает на защитный кусок стали, не давая ей помешать. Так ключ легко вставляется в цилиндр. С двух сторон находятся предохранитель и замыкатель. Когда ключом запирают замок, предохранитель блокирует контакт, пружина изолируется, чтобы она не сработала раньше времени. Пневмомашина устанавливает механизм в корпус. Замок покрывают удобным пластиковым кожухом. Принцип работы следующий. Вы вставляете ключ, цилиндр вращается. Сдвигаются две пластины, предохранители сдерживают контакт, замок запирается. Каждый замок запирают и открывают. Случайные образцы подвергают более серьезным проверкам. Для вскрытия требуется усилие в 13 тонн. Даже огромными ножницами для болтов не открыть. Крутильная машина измеряет, какую силу выкручивания выдержит замок. Грабитель должен приложить титанические усилия, чтобы взломать замок. Ключи лучше не терять. Продолжение следует... Продолжение следует...